Подпадают ли под уголовную ответственность действия людей, которые настойчиво предлагают заменить энергосчетчики, однозначно сказать не беремся. Многие новгородцы считают это мошенничеством, ведь с 1 июля установка приборов учета электроэнергии, согласно федеральному постановлению, бесплатна за счет ресурсных организаций. А представители частных компаний весьма убедительно и назойливо настаивают, что менять надо прямо сейчас и за свой счет. Элементарный развод? Татьяна Баркова ищет ответ. Настолько сильно они барабанили, мне пришлось дверь открыть, и мне было приказным тоном сказано выйти в коридор для проверки счетчиков, что якобы у нас счетчик неисправен. Угрожать в плане штрафов, в плане того, что у нас должно чуть ли не завтра все сгореть и загореться. Маргарита такого напора не ожидала и согласилась воспользоваться услугами нежданных гостей. А уже вечером, когда муж вернулся с работы, заподозрил что-то неладное. Вызвали электрика, тот сказал, что работа выполнена хорошо. Правда, менять счетчик было не обязательно. Да и установили работники один из самых дешевых. Судя по тому, что я сейчас нашла в интернете, стоимость такого счетчика, который вам установили, начинается от 572 рублей. Ну, условно, 600. Сколько вы заплатили за работу? Я заплатила 5900 за счетчик. И заплатила 2000 за автомат-выключатель. Всего 7900. Только вот менять счетчики за свой счет было не обязательно. С 1 июля в силу вступил федеральный закон, согласно которому все расходы оплачивает гарантирующий поставщик. В данном случае это ТНС «Энерго». Но есть один важный момент. Сотрудники этой компании не придут без предупреждения. Мы или наша подрядная организация с точки зрения произведения каких-то работ электромонтажных приходит потребителю только тогда, когда от него получено заявление или обращение в адрес гарантирующего поставщика. Маргарита уверяет, о том, что она могла не платить за замену счетчиков другой компании, ее не предупредили. Правда, в «Инфоэнергоцентре» это легальная фирма, которая и оказала женщине такую дорогостоящую услугу. Говорят, что сообщали об этом. Она могла воспользоваться возможностью установки через бытовую компанию, что накладывала свои проблемы в виде нормативных начислений, в виде очереди, в виде взымания, потом суммы непонятно какой. То есть какую сумму он в итоге за этот прибор учета заплатит, также будет неизвестно. Поэтому выбор потребителя, каким образом воспользоваться. Наша возможность предложить, его возможность выбрать. Итак, логика тех, кто ходит по домам, предлагая счетчики, такова. Потребитель сам выбрал воспользоваться их услугами, не под дулом пистолета. Однако Маргарита уверена, что ее ввели в заблуждение и оказали психологическое давление, сказав, что счетчик находится в крайне неудовлетворительном состоянии и пригрозив штрафом. В управляющей компании дома, где проживает женщина, уверяют, что менять счетчики без предупреждения УК, ТСЖ или ресурсно-снабжающей организации нельзя. Несанкционированное вмешательство в прибор учета может грозить собственнику штрафом. То есть могут перерассчитать по нормативу за последние три месяца в десятикратном размере. Так что, если к вам пришли нежданные гости и хотят оказать какую-либо услугу по якобы выгодной цене, не спешите соглашаться. Вполне возможно, что стоимость работ, наоборот, будет завышена. В полиции советуют сразу же обращаться в управляющую компанию или ТСЖ. Татьяна Баркова, Галуз Гивандян, Андрей Шестаков. Новости Новгородской областной телевидении.